Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Правильно проводить собрание собственников жилья и познакомиться с изменениями законодательства. В Кировском районе Самары прошел первый семинар-тренинг для старших по домам. В Самарскую область поступила новая партия вакцины против COVID-19. Сколько жителей региона уже сделали прививку от коронавируса? Жигулевская ГЭС готовится сбросить воду, когда откроют плотину и как сейчас проходит весеннее половодье. В Самаре прошел первый семинар-тренинг со старшими по домам. В нем приняли участие управдомы Кировского района, а также представители администрации, госжилы инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Напомню, о проведении таких обучающих встреч ранее говорил губернатор Дмитрий Азаров на собрании со старшими по домам. Каким вопросом посвятили общение на первом тренинге, узнала Ольга Хомракулова. Ознакомить с изменениями законодательства в сфере ЖКХ, научить правильно проводить собрания собственников жилья и заполнять все документы. В Самаре прошел первый семинар-тренинг со старшими по домам. 18 февраля текущего года Дмитрий Игоревич провел очень большое совещание со всеми представителями Совета МКД Самарской области. Было более 100 точек подключения, участвовало почти 10 тысяч представителей Советов МКД. Это такая большая группа людей, заинтересованная в благоустройстве собственных домов. Поэтому по результату этой встречи Дмитрий Игоревич дал ряд поручений, очень таких судьбоносных, я считаю, для жилищно-коммунального хозяйства. В частности, основной посыл был проведение непосредственно семинар-тренингов Совета МКД. Первый семинар-тренинг собрал порядка 30 управдомов Кировского района. Консультируют их сотрудники районной администрации, ГЖИ, областного департамента ценового и тарифного регулирования, фонда капремонта, регоператора по обращению с ТКО, а также представители управляющих компаний ТСЖ, ТСН и ЖСК. Действительно, очень много вопросов возникает, которые и жители, и старшие по домам задают в адрес администрации. Когда общение напрямую идет и присутствуют практически все представители, я думаю, эффект от этого будет гораздо больше. Кроме знаний, участники семинара получили рабочие тетради председателей МКД, модельный договор, протокол внеочередного общего собрания собственников и форму отчета о выполнении договора управления. В нашей жизни семинары очень нужны, потому что время идет вперед, у людей очень появляется много вопросов, особенно и к нам, и мы должны также быть умны. Встреча с губернатором очень прекрасно нам помогали, встреча с нашей главой Кировского района помогали. Еще плюс здесь привлечение всех административных органов нашего города, где необходимо получить ту грамотную информацию, чтобы нам построить свою работу с жильцами. Обучающие семинары для старших по домам пройдут в каждом районе города. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов, События. Становится еще чище. В этом месяце перечень дорожных работ в городе увеличился. Службы благоустройства переоборудовали технику после зимы и перешли на летний регламент. Дороги Самары сейчас готовят к нанесению разметки, подметают и тщательно моют. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Чтобы избавить областную столицу от песка и мусора, дорожники переоборудовали уборочную технику после зимнего периода и вывели на улицы. В рамках городского месячника по благоустройству вакуум-подметательные машины и поливочно-моечная техника за короткий промежуток времени должны полностью убрать дорожную сеть города и подготовить к нанесению дорожной разметки. У нас уже более 20 улиц мойка производится. Из запланированных на летний период 77 единиц поливомышечных машин, 50 уже переоборудованы и готовы к работе. Из вакуум-подметальных 28 машин, 20 также уже готовы к работе и работают по сбору смета, проезда по дорогам. Для того, чтобы полностью подготовить дороги к лету, сначала убирается приладковая часть автомобильных дорог. Ее чистят большие пылесосы, которые оборудованы поливочной системой для предотвращения пыли. Затем моечная техника струей под высоким давлением выбивает оставшуюся грязь. Малогабаритная техника применяется на пешеходных зонах. Параллельно ведется мойка бортового камня и пешеходных ограждений. Мы моем проезжую часть дороги поливомоечными машинами, стекубовыми в основном в дневное и ночное время. Основной объем работы приходится на ночное время в связи с меньшей интенсивностью дорожного движения. К сожалению, большое количество припаркованных машин мешает качественной уборке города. Основная часть уборки должна пройти до 1 мая. К этому времени работа техники будет проводиться по летнему графику и нанесут дорожную разметку. Уже сейчас самарцы оценили труд дорожников. Стараемся сами не сорить. Приучаем внучку. Даже билетик бросаем в город. Чистота, здоровье, приятные глаза. Такая большая работа. Внести свой вклад в наведение чистоты может любой самарец. В субботу, 17 апреля, состоится третий субботник, а основной общегородской пройдет 24 числа. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. Тем временем состояние покрытия дорог в очередной раз проверили сотрудники Самарской госавтоинспекции. Улицы, на которых проводился рейд, выбрали не случайно. Жалобы на дефекты поступали от жителей. Как прошла проверка, расскажем в следующем сюжете. Начиная с середины марта от перепада температур, дороги разрушаются. Ровные скоростные участки покрываются выбоинами и ямами. Точные данные с помощью специальных приборов фиксируют и сотрудники ГИБДД. После того, как осуществляются замеры, составляется акт, выдается предписание лицам ответственным за содержание дороги в безопасном для дорожного движения состоянии. И далее уже проводятся работы по устранению выявленных недостатков. Сегодня проверили несколько магистральных и внутриквартальных дорог на соответствие техрегламенту и нормативам, в том числе безопасности дорожного движения. В ходе проверки дорог выявили нарушения, которые влияют на безопасность. После того, как недостаток был зафиксирован, информация направляется соответственно к собственнику автомобильной дороги, либо в организацию, которая осуществляет обслуживание данного участка дорожной сети. Сроки устранения недостатков зависят от категории дорог и могут составлять до 12 суток. Такую деятельность госавтоинспекторов поддерживают и автомобилисты, которые в первую очередь испытывают неудобства на дорогах. Я здесь работаю и проезжаю частенько по этим местам. Конечно, во-первых, это создает очень большие проблемы. По кольцу движение плотное, все объезжают, это мешает очень дорожному движению. Ну а если произошло ДТП, связанное с дефектом дорожного покрытия, сотрудники ГИБДД советуют сделать следующее. Необходимо выставить знак аварийной остановки, не убирать транспортное средство, позвонить в службу госавтоинспекции и сделать заявку о том, что произошло ДТП. После чего приедут сотрудники и произведут фиксирование дорожно-транспортного происшествия. Ответственность в данном случае будет нести либо собственник автомобильной дороги, либо организация, которая занимается содержанием того или иного участка уличной дорожной сети. Подобную работу сотрудники ГИБДД ведут на постоянной основе, а результатом ее становятся протоколы на организации, ответственные за ремонт и содержание дорог в надлежащем состоянии. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 194 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе 58 903 человека. Такие данные в пятницу 16 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 223 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписались 55 822 пациента. В эту пятницу в Самарскую область поступила новая партия вакцины – 15 тысяч доз гам-ковид-вак. Их распределят между поликлиниками и прививочными пунктами, которые теперь не только стационарные, но и передвижные. Один из таких пунктов организовали рядом с крупным торговым центром в Самаре. Как сегодня там проходила вакцинация, расскажет Михаил Ермоленко. Самарец Дмитрий Константинов о передвижном пункте вакцинации узнал из статьи в интернете. Там же он прочитал, что мобильный пункт появился практически рядом с его домом. Говорит, что такую возможность упустить было нельзя, так как времени сидеть в поликлинике у него нет. Дмитрий считает, что прививка – это показатель гражданской ответственности. Если я здоровый человек, я должен поставить в своем лице заслон на пути распространения эпидемии. То есть не быть разносчиком, даже пассивным, даже если я не заболею. То есть это не только забота о себе, но это вопрос гражданской ответственности, я считаю. Желающих сделать прививку много. Вакцинация здесь проходит как в полноценном медицинском кабинете. Для этого есть все необходимое. Сначала желающих осматривает терапевт, затем по результатам осмотра. Заполняются все необходимые документы, и можно прививаться. Поставки вакцины здесь будут проходить бесперебойно. Наше учреждение получает его на постоянно регулярной основе. И это позволяет нам полноценно использовать как стационарные прививочные пункты, которых 7 штук в медицинских учреждениях Волжского района, так и мобильные фельдшерско-акушерские пункты, предназначенные для проведения вакцинации, переданные нам губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Министерство здравоохранения совместно с Министерством промышленности и торговли проработали в городе несколько площадок, где будут стоять мобильные пункты. Так, на парковке торгового центра в Красноглинском районе пункт будет работать с 10 часов утра до 6 вечера. А уже завтра появится еще одна площадка. На площадках этих торговых центров будут развернуты мобильные фельдшерские, акушерские пункты, где посетители торгового центра, приходя за покупками, проводя хорошо время на фудкортах, в детских клубах и так далее, могут сразу же параллельно сделать прививку. На сегодняшний день в регионе появились уже 242 тысячи жителей. Из них вакцинацию завершили почти 154 тысячи. Михаил Ермоленко, События. Эндоскопическому отделению Самарского онкодиспансера исполнилось 30 лет. Только в прошлом году специалисты провели более 18,5 тысяч исследований. Выявить признаки болезни на начальных стадиях позволяет новое высокотехнологичное оборудование. Его закупают в рамках национального проекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. Как идет модернизация онкоцентра и как пациенты оценивают полученную помощь, узнали наши корреспонденты. Николай Данилов в областном онкоцентре наблюдается уже около шести лет. Когда у него выявили новообразование в кишечнике, первым делом обратился в известную московскую клинику. Но столичные врачи рекомендовали своих самарских коллег. Они сказали, что у вас в Самаре есть такой экологический центр, в котором современное оборудование, классные специалисты. Казалось, что попал к Марии Александровне. Когда она пришла на операцию, сказала, что меня зовут Мария Александровна, как мать Ленина. Я понял, что это человек, тот, который сделает мне вот эту сложную операцию под оленей полипа в слепой кишке. Операция прошла успешно, а врач Мария Александровна Морозова регулярно консультирует своего пациента, поскольку требуется постоянное медицинское наблюдение. В борьбе с новообразованиями важно быстро и правильно поставить диагноз, говорят медики, а для этого необходимо качественное и высокотехнологичное оборудование. Материальная база – это самое главное. То, что мы имели тогда и имеем сейчас, – это две большие разницы. Потому что сейчас наше отделение оснащено всей аппаратурой по последнему слову техники. То есть мы можем очень много делать, всяких интересных исследований, помимо того, чтобы просто смотреть вот этот поток. В прошлом году в отделении эндоскопии Самарского онкоцентра провели 18,5 тысяч исследований. Патологии кишечника – одни из самых распространенных в структуре онкологических заболеваний. Только в прошлом году в области было выявлено почти 2 тысячи случаев. Медпомощь становится доступнее. За последние пять лет в отделении прооперировали более 9 тысяч пациентов. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин. События. Эфир продолжит блок экономических новостей. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что российским нефтекомпаниям обещают поддержку? Да, им действительно выделят больше денег из бюджета, чтобы сдержать цены на бензин. Но об этом чуть позже. А пока о дополнительных мерах поддержки для туроператоров. Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров. Их, во-первых, освободят от уплаты взносов. Ежегодно туроператоры платят их в резервный фонд объединения «Турпомощь». Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч рублей до полумиллиона. В прошлом году из-за коронавируса правительство освободило туроператоров от таких взносов. То же самое сделают и в этом году в связи с ограничениями полетов в Турцию. Также в этом году продлили возможность использования средств фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, забронированные до 31 марта 2020 года. Кроме того, ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере – 0,25 вместо 1% общей цены турпродуктов в сфере выездного туризма. К тому же правительство изменило правила возврата денежных средств гражданам. Срок подачи уведомления будет увеличен до одного месяца. А вот российские нефтекомпании получат больше денег из бюджета – 60 миллиардов рублей, чтобы сдерживать цены на бензин на внутреннем рынке. Изначально планировалось, что доплата составит по крайней мере 40 миллиардов рублей, но решение о повышении согласовали Минэнерго и Минфин. С 1 мая цена на бензин должна снизиться на 4000 рублей за тонну. Ранее в Минэнерго заявили, что рост цен на топливо на российских АЗС укладывается в пределы инфляции. В прошлом году наблюдалось резкое увеличение потребления топлива. Однако отрасли удалось справиться с ситуацией и не довести ее до нехватки нефтепродуктов. 22,5 тысячи квартир купили военнослужащие 11 регионов Приволжского федерального округа по военной ипотеке. Это данные за последние 15 лет. Средняя площадь купленного жилья составила около 80 квадратных метров. Больше всего квартир приобрели в Самарской, Оренбургской и Нижегородской областях. По накопительной ипотечной системе военнослужащие имеют право заключить договор долевого участия, купить квартиру на вторичном рынке или оформить дом с земельным участком. Аналитики Яндекс.Бизнеса выяснили, о каких вариантах своего дела россияне задумываются чаще всего. Для этого изучили запросы в поисковике за два последних года. Как выяснилось, в Самаре хотят открыть магазины одежды, таксопарки и шоурумы. В пятерку самых популярных бизнес-идей также вошли пункт выдачи заказов и кафе. Интерес к некоторым видам бизнеса отличает самарцев от жителей большинства других крупных городов. Сильнее всего Самара выделяется повышенным числом запросов об открытии автозаправки, магазина пива и таксопарка. А вот реже всего, по данным поисковика, задумываются о кофейне, магазине косметики и детских магазинах. Аналитики также выяснили, какой бизнес был востребован у россиян в разные годы. В 2014-м, например, на фоне запрета курения в кафе и барах, взлетел интерес к открытию кальянных. В 2016-м многие россияне задумались о своей бургерной. В 2018-м году резко выросло число запросов об открытии онлайн-школ. В прошлом году россияне больше прежнего интересовались пунктами выдачи курьерскими компаниями и кухнями с доставкой. Российская валюта сегодня укрепляется. Официальный курс доллара на выходные 75 рублей 55 копеек. Доллар потерял 1 рубль и 43 копейки. Евро 90 рублей 46 копеек. Европейская валюта снизилась на рубль 77 копеек. Нефть марки Brent растет в цене 67 долларов и 15 центов дают за один баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. 28 апреля весь мир будет отмечать Международный день охраны труда. Эта дата появилась в праздничном календаре после того, как в разных странах обратили внимание на высокий риск и опасность некоторых профессий. Сегодня на каждом предприятии и в каждой организации должен быть специалист, который следит за соблюдением прав и здоровья работников. В Самаре в преддверии праздника проходит Олимпиада среди таких специалистов. С участниками и организаторами познакомилась Мария Левина. Екатерина Булыгина занимается охраной труда в крупной нефтяной компании. Она в ответе почти за 7 тысяч человек. В профессию пришла почти два десятилетия назад. Тогда, говорит, и подумать не могла, что это станет делом жизни. Понравилось тем, что работа специалиста по охране труда, она вроде не видна, вот на первый взгляд, но она играет очень большую роль в создании безопасных здоровых условий труда. Участие в Олимпиаде по охране труда Екатерина принимает уже в четвертый раз, с самого первого состязания. В прошлом году ее команда стала победителем. На этот раз планы не менее амбициозные. Четыре команды от разных предприятий проходят тестирование, представляют профессиональные кейсы и моделируют реальные производственные ситуации. По итогам определяют лучших специалистов в области охраны труда. В этой сфере сейчас происходят серьезные изменения. Как на практическом уровне разделяются полномочия по направлению безопасности, так и на законодательном. Количество нормативно-правовых актов, которыми ранее регулировалась эта сфера, сокращается в 14 раз с 1000 до 70 документов. Работодатели предъявляют повышенные требования к специалистам, поскольку это единственная должность, прописанная как обязательная в Трудовом кодексе. Отказаться от нее руководство компании не имеет права. Никто там больше не упоминается, ни юрист, ни кладовщик. То есть работодатель, составляя штатное расписание, все остальные вопросы он имеет право решать самостоятельно. А вот специалиста по охране труда он обязан иметь. При численности работников более 50 человек он обязан иметь специалиста и, соответственно, в зависимости от численности уже создать службу охраны труда. Поддержку специалисты по охране труда находят в городском департаменте по управлению персоналом и кадровой политике, где для них регулярно организуют профилактические мероприятия. Например, сегодняшнюю Олимпиаду. Также в ведомстве готовы бесплатно проконсультировать как юристы, так и экономисты. 28 апреля специалисты по охране труда будут отмечать свой профессиональный праздник. В этот день мы напоминаем о необходимости внимания к таким вопросам, как охрана труда, как предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Ведь каждый человек имеет право на достойный труд в условиях безопасности и вегиены. Международная организация труда установила праздничную дату в начале нулевых. Однако корни уходят глубже в историю. В 1989 году профсоюзы США впервые провели День памяти погибших работников. Позже акцию поддержали еще 100 стран. По статистике, ежедневно в мире на рабочем месте погибают 6000 человек. Причины чаще всего связаны с желанием работодателя сэкономить за счет игнорирования техники безопасности. Поэтому сегодня так важна должность человека, который следит за соблюдением качественных условий труда на рабочем месте. Мария Левина, Константин Головин. События. Водосливную плотину Жигулевской ГЭС планируют открыть после 20 апреля. Уже выполнены работы по проверке и обследованию гидротехнического оборудования. Проинструктирован персонал. В ближайшее время появятся точные графики пропуска воды. Весеннее половодие проходит пока в нормальном режиме. Водохранилище не переполнено. А подтопление есть только на малых реках, отмечают представители Жигулевской ГЭС и МЧС. На данный момент уровень воды в Волге рядом с Самарой составляет 28 метров. После сбросов он может достичь 32 метров. Максимальный подъем уровня воды на Куйбышевском водохранилище следует ожидать на майские праздники. С 1 по 10 мая у нас будут максимальные сбросы через гидроузел в районе 25-27 тысяч метров кубических. Это цифры, которые мы ежегодно обеспечиваем для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Робот для диагностики дефектов трубопровода скоро появится на службе у самарских теплоэнергетиков. Он будет измерять толщину стенок труб с высокой точностью и информировать о необходимости ремонта. Сегодня робота протестировали на полигоне. Когда он отправится на свое первое задание, выяснил Михаил Ермоленко. Телеуправляемый диагностический комплекс погружается внутрь пустой трубы теплоснабжения. Этот робот с помощью нового метода переменного намагничивания определяет толщину металла. Фиксация скрытых дефектов поможет энергетикам Т-плюс находить изношенные участки коммуникаций и заблаговременно планировать ремонтные работы. Вот у нас здесь сверловочка есть небольшая, вот участок виден. Он показывает как дефект, да? Да, он его как дефект, вот эту мы сдвигаем потом, она у нас больше, ну, более сильно прокрашивается. Он, видите, как лепестком выглядит здесь и вот здесь у него часть. И мы его отрисовываем и узнаем остаточную толщину данного участка. Робот не сможет заменить температурные и гидравлические испытания теплосетей, но станет дополнительным способом диагностики коммуникаций. Использоваться он будет на важных участках тепломагистрали, а также там, где масштабные земляные работы могут создать неудобства для жителей. Он позволяет нам посмотреть такие ключевые участки, которые сложны для вскрытия и определиться их с необходимостью, как-то по трамвайными путями, как-то очень мощные кабельные линии, где проходят водоводы и другие инженеры коммуникации. Уже в начале мая диагностический комплекс отправится на свое первое задание в Новокубишевск. Михаил Ермоленко, Константин Головин, События. Самарцев пригласили на бесплатные автобусные экскурсии. Опытные гиды рассказывают жителям о вкладе города в развитие аэрокосмической отрасли. Организаторы познавательной поездки – Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Мэри Елчан тоже отправилась в тур. Три с половиной часа, и вы уже знаете о космических местах Самары намного больше. Для жителей города в честь 60-летия первого полета человека в космос устроили бесплатные автобусные экскурсии. Их организовали в рамках реализации проекта «Гостеприимный горожанин». Возраст разный. Вчера, например, у нас были экскурсантки, которые прекрасно помнят день 12 апреля 61-го года. Это было очень ценно. Они рассказали о своих впечатлениях, поделились воспоминаниями с молодыми горожанами. Такие экскурсии – это, конечно, очень ценно, чтобы молодежь знакомилась с историей и нашего города, и страны. И не говорили, что в Самаре нечего смотреть. У нас есть, что посмотреть. Нам есть чем похвалиться и чем гордиться. Всего пять локаций для посещения. Одна из них – площадь Дмитрия Козлова. Здесь находится музей «Самара Космическая». Ее фасад украшает настоящая ракета «Союз» высотой 55 метров. Также к юбилею здесь организовали и космические инсталляции. Экскурсионная группа посетила также парк Гагарина, университет имени Сергея Королева, площадь Славы и сквер первых космонавтов, о котором жители города знают не так много. Несмотря на то, что мы живем в этом городе, мы многие вещи какие-то не знаем. Поэтому сегодня по крупицам восполнили какие-то белые пятна. Сквер космонавтов. То есть, сколько раз проезжали, проходили, внимания никогда не обращали. Но здесь еще заслуга экскурсовода. Очень интересно, красочно все преподносено. Автобусные экскурсии «Мы покоряем космос» длятся три дня. Сегодня участие приняли 40 самарцев. Так горожане узнают о вкладе Самары в развитие аэрокосмического кластера, освежают в памяти информацию о монументах, посвященных покорителям неземных пространств. Мэри Илчан, Сергей Баскин. События. На этом все. Будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова